Всем привет! Долгожданный новый влог. Рекомендую присаживаться поудобнее. Будет много интересного. Это несколько моментов из отпуска и много того, что происходит уже сейчас. Мы идем на ужин. Я снова в белом платье. Я много вещей не брала, поэтому... В принципе, оно мне еще не надоело. Чудо-пучок создал вот такие прекрасные локоны. Просто вообще. Такое даже на утюжок не сделаешь. Захочешь, не сделаешь. А вот так спонтанно все получилось. Смотри, какая красота. Я вот здесь хочу фотосессию. Там-то ремни. Последний вечер. Наш последний ужин сегодня. Даже не знаю, какая-то тоска. Я не хочу. Домой ты хочешь домой? Всему свое время. Всему свое время? Ну ладно. Всего даже. Там еще видно? Там еще не брекнет, да? Нет, все отлично. Хорошо, прям видно. На удивление. Смотрим в банный дворик. Здесь еще одна. Ой, посмотри, какая красота. Вот так. Бегачи, да? Просто. На удивление. Как-то хорошо снимает. Прям здесь светло. Да? Я тебе серьезно тебе говорю. Пойдем. Я буду рассказывать. Мой оператор. Мы сейчас ходили, попарились с баном двориком. Там была банная церемония. Что это будет? Там банщик, там что-то там рассказывал. Философия жизни. Философия любви. Языка. Происхождение. Ну да, он, видно, сегодня без продруги вечером был. Без чего? Без подруги. Искал пару себе. А, да? Ну да, да, да. Заливал так, конечно. Ну, в расческу же нашел. Не причесал. Ну, вот. Не, ну, хоть какая-то была программа. Ты тоже, вот, Лева Патрика, слушал. Ты такой-то уже невозможно. Хоть и почему-то в ресторане тишина. Вот только шумбол. Так 8 вечера там начало. Давай, как там, ты говоришь, где? Ну да, надо вот так вот идти. Смотри, иди сюда. Вот отсюда и идем. Ну подожди, давай. Ну давай. Нет, отсюда, вот отсюда иди. Да все, уже идем. Нет, вернись сюда. Нет, лучше свыше. Все, сюда вернись. Я тебе говорю, здесь освещение хорошее. Давай, ты как на видео нажал? Да, видео еще идет. А, да? Ну, давай. Ну так? Давай, да. Сильнее. Ты говоришь, все-таки давай. Сильнее, сильнее рукой, сильнее, глубже, глубже. Ну, колоски-то я ж рос там, мне надо на приспи туда садиться. Все. Все? Красиво? Да. Овощи, лазанья с говядиной, картошечка и на десерт. Вот такая красота. Так, это у меня запеканка творожная, нателла, сгущенка, разные джемы, манго, яйца, яйцо, семга с апельсинами, и это грибы, какие-то овощи, салат с креветками, бекон, грубо-ручим, легкий завтрак. Смотрите, какая красота из веток. Сделали оленя. Очень красиво. Вот таких вот зверей, таких подделок, очень много на территории отеля, вот стоят в разных местах. Как это, подделки, можно это назвать подделки? Ну да, какие-то чудотворения своими руками. Классно вообще. Ну, позавтракали, идем на море, на пляж, сегодня нет шторма, поэтому, ну, легкая волна есть, но сегодня не закрылась. Пляж, и можно ходить отляж на море. Мы не знаем, сейчас будем покупать или нет, мы посмотрим. Взяли с собой, я положила фрукты, это не герань, это другая, это вот такой, этот цветок, это не герань, это по-другому называется. Так и называется по-другому? Да, так и называется, по-другому. Магония по дубу, по дубу ли, а, это другое тоже, растение, вот так вот, здесь вот таблички стоят, где тут, какое, ну не на все, конечно. Здесь вот, наверное, золотни, золотцветковый, золотцветковый, золотцветковый. Что-то я не проснулась, а вот, вот на площадку Амазония. Да, это для детей площадка, здесь детские площадки тоже такие. Здесь много, кстати, развлечений для детей прикольных. Мама, жди! Хорошо. Где ключи? Жду, беги. Так, не хочу заезжать, просто сердечко аж сжимается. Как мы теперь будем жить, как мы будем теперь... Пойдем, просто посмотрим. Спасибо. Как мы будем теперь питаться нашими скромными завтраками. Наш желудок растянут. Нам теперь вот эта, моя мисочка с овсянкой будет как удочку в гараж, как сказал мой любимый, закидывать такие объемы. Мы, конечно, на завтрак кушали. Да, подожди, мы же хотели в этот пойти. Куда? В машину я кину фрукты. А, все, я поняла. Я не сразу поняла. Там нету тротуара, он заканчивается. Да, ладно. Купаться за тысячи ног. Ноги мочить можно. Не загора, но... Да, вот так же. Пляж на другом люди покупаются. А 9-10 можно купаться. Не все. Я загорела вообще нереально. Вот эти дни. Лицо тоже. Хоть и не мазать, но... Лицо, как я заметила, тоже подрумянилось. Могу. О! Добрый! Майя! Водичка теплая Водички База Водички Толщина База 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 Довер База 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 Мою розочку взяла с собой, вот она, стыканчиком, блин, не хочу, не хочу домой, не хочу работать, ничего не хочу, и блок этот километровый, буду монтировать и буду плакать. Выезжаем с Крыма, и вот такая картина, это как я, если правильно поняла, какая-то розовая соль на каких-то розовых озерах, обратно мы тоже решили ехать через Мариуполь, поэтому покажу вам виды, которые я сначала не решала снимать, когда мы ехали только на море, но в обратную сторону я уже немного смирилась с увиденным и все-таки решил вам это показать тоже. Честно скажу, от увиденного чувства у меня в голове были смешанные, эмоции непонятные мне, так как я человек, который старается не углубляться в тонкости политики, да и вообще обходить новостную ленту стороной, дабы не разрушать свою психику и без того расшатанную, но все же могу сказать в заключении, как свое личное мнение, что после любого дождя всегда будет радуга. Что-то восстановлено, что-то восстанавливается. Здесь мы не были, кстати. Ну, как будто бы да. Через трестным ветром держитесь правее на проспект Мир. Тут разбито все, видишь, выглядело? Да, да, я вижу. У меня все разбитое. У меня все обстреляно. Ой, вообще, да. Ой, мам, нет, вообще ужас. Да, да, поешали здесь. Ужас, ужас, вообще. По обе стороны. Такая печальная картина. Полностью район разбит весь. Это мы как раз к заводу подъезжаем. А, да. В Мариупольском. Здесь как будто бы все целое. А, нет, через один дом тоже. Да. Здесь, когда он работал, я проезжал, здесь такой смог был. Вот, вообще, черное небо. Закрой немножко окно, чтобы виды были так... Ой, не так шумно было. Завод бывший. За него была очень долго боевая. Через 300 метров, поверните налево, на набережную улицу. Мы так прыгаем, скатчем, хоть бы стабилизация, все это качество. Нет, это не съело. Нет, поможем. Видел. Такая картина, конечно. Огромный завод, просто все обстреляно. Разбито. Разбито. Думаю, что все завалено. Это были огнивые точки, скорее всего, тут же высота. А туда били. Ну, там вообще машина на заборах, может, взят. Разбито. Думаю, правая часть уже разбито. Ну, да, заправки вот такие. Ну, вот дома, частный сектор. У нас все окно мошками побило. Но если мы сейчас протрем водичкой изымывателя, то, конечно же, это будет вообще размазня. Поэтому качество изображения немножко хромает из-за этих вот крапушек на окне. О, кошмар. Тури. Бедные люди, конечно. Как печально. Тут все. О, и там. Тури. Везде. Так, пол города уже восстановили. Где-то какие-то районы. Где-то еще вот такая вот картина. Ну, тут уже разбито. Да, ладно, там мы все в ноль. Тури. 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 Продолжение следует... Тут уже рядом новостройки. Может, им квартиру ждали, наверное, да? Ну, конечно. В этих новостройках. А это часть новостройок, часть, наверное, старой. Интересно, видно будет вот эту вот полосу. Очень быстро и стремительно летит куда-то вот это вот что-то. Очень быстро. Не знаю, либо это какой-то суперскоростной самолет, но вот сейчас он идет на понижение. Либо это запущена какая-то ракета. И вот сейчас я вижу, как она прям... Ой, слушай, точно дает прям перпендикуляр вниз. Все. Сбили, по-моему. Растворилась она в небе, прикинь? Ну, что-то ракета летела, ее сбили просто, может быть. А почему она тогда не взорвалась? От нее же должна быть какая-то вспышка. Ну, может быть. Холостой ход-то не может быть. Обалдеть. Здесь тоже район разбитый. Вы знаете, сейчас смотрю вот навигатор. Вот эта вся картина. 200 километров от Ростова. 200 километров. А вот вообще, 200 до Вариуполя, да? А сейчас мы уже от Ростова до... Да-да, прям вот до этой дочери. Да, до которого 80. 167 километров. 167. Меньше, чем до Краснодара. Два раза. Да. 167. Вот эта вот крайняя точка разбитая была. Это 167. Дом. Любимый дом. Мой главный счет повод готовит нам на ужин все эти. Будем, наконец-то, переходить на домашнее питание. Пытаться привыкнуть кушать что-то одно. Не так как у нас там целый ансамбль из блюд был. Каждый вечер, да? Да и каждый завтрак. А теперь у нас капу. Строго, ствердит, скромно. Такая скромная такая, да? Простязки уже. Что-то готово. У меня сегодня на обед соус картофельный с говядиной. Мясо проварила. Сейчас только положила картошку. Ждем минут еще 15. И буду добавлять зажавку из овощей. Здесь морковка. Один кабачок был. Лук и паприка. Когда мы соединили, то все еще минут 5-7 покипит. И я думаю, будет готово. Я так, среднего количества воды добавила. Я люблю, чтобы в соусе немного было бульончика. Знаете, вот особенно с говядиной. Он очень вкусный. Да, вообще, по-моему, от любого мяса бульон вкусный. Если правильно все сделать. Соединила. Вот такая у меня получилась красота. Я еще добавила ложечку томатной пасты. Чтобы вот такой получился приятный. Такой, как коралловый бульон. Хотела сказать, розовый. Но тут от розового совсем ничего. Ну, нравится мне немножко. Такой, знаете, томатный тоже цвет. Сейчас поварим еще чуть-чуть. И что-то будет на обалденном. Буквально 5 минут, чтобы все ингредиенты менялись своими вкусами. Лавровый лист. Сушеные специи, травки. И перец горошком. Тоже добавила. Всем приветики. А я уже вернулась. И сразу записываю новый влог. Даже не выложила еще видео на канал нашего отдыха. Я первую часть выложила. Только как мы доехали. На самом деле, очень много всего снимала. Очень много было красивых мест. И обязательно, если вы кто-то еще не посмотрел. Рекомендую посмотреть влог или влоги. Я еще даже не начала монтировать. Я не знаю, насколько там получился этот влог. Я хочу его как-то так оригинально скомбинировать с вопрос-ответ. Сделать вставочки вопрос-ответ. Потому что и вопросов вы написали очень много. Буду делать вставки. Но решила уже начать записывать новый влог потихоньку. И буду, наверное, экспресс-вариантом выкладывать прошлые видео. Я уже в рабочий режим. Вливаюсь по полной. Мы уже третий день в Ростове. У меня полная загрузка. Работы дома, в офисе, там, там. Вчера на массаж ездила. В первый день, когда приехали, у меня вообще температура, давление. После отдыха я вообще какая-то разбитая была. Такая жутко. Целый день у меня акклиматизация какая-то была после дороги. И я вообще просто валялась дома. Ничего не хотела. Не выходить, никуда не ехать. 37,4 температура была. Я думала, что я простудилась. Вчера на массаж ездила. Вообще кайф результат. Кстати, я вот этот вакуумно-роликовый массаж делала до моря. Сходила на две процедуры. И приехала. Я прям почувствовала уже, что у меня ляшечки стали как-то потоньше. Я приехала. На третью процедуру пошла. Вчера сделали замеры. У меня бедра на 2 сантиметра. Похудели бедра. Вот ножки стали подтягиваться. Даже за две процедуры уже. Виден результат. Но я буду дальше ходить. Я сразу абонемент взяла туда. Буду дальше заниматься. Потому что на самом деле у меня это как тревожный звонок. Почему я туда стала бежать. Я хотела, чтобы я искала массаж себе. Куда найти, пойти. А потом у меня ролик и вот этот массаж порекомендовали. Это лучше, чем там LPG и прочее. Я такая думаю, ну пойду попробую. И девушка там, которая косметолог, она говорит. Я сама, говорит, практикую. Говорит, за месяц или за полтора. Она говорит, на 4 сантиметра, говорит, что ли похудела. Без каких-либо там диет или еще чего-то. Она говорит, прям рекомендую однозначно. Пробуйте. Проверено на себе. Реально. Объемы уходят. Без дополнительных там тренировок, диет. Ни в чем я себе не отказываю. Как обычно, ем сладкое и на ночь. И все в подряд. Особенно после All-Inclusive. Мы были на этом All-Inclusive, да. И мы ели там вообще как ни в себя. Я не набрала ни грамма. Я не знаю, как так получилось. Но вообще я приехала. Ну, ну как? На сервис и стала. Ну, 300 грамм. 300 грамм. 300 грамм это приучит с того, что у меня мои эти дела. Все дела, короче. И все, и я пухла, и текла вот сейчас. И я думаю, сейчас все это сойдет. И я буду еще больше вот терять. В сантиметрах, в объемах, в фатрах. В общем, попробуйте. Если у кого-то есть в городе, девочки, рубайку на роликовый массаж, рекомендую однозначно. А у нас в городе вот я нашла один такой пока салон. Ну, блин, прям вообще результат, вау. Что он делает, я не знаю. Еще и ощущения приятные. Вот. Буду сейчас монтировать видео. Буду пытаться выкладывать те все классные моменты, которые мы провели за эту неделю. Вам. И буду записывать параллельно вопрос-ответ, делать вставки в те видео. Хочу сегодня попробовать успеть покрасить корни. Вот я уже смоталась по офисным делам. И еще ко мне сегодня придет на ногти. Леночка моя. Короче, ее просто так выше крыши. Я не знаю, как я буду все успевать. Ну, буду, буду. Не, я очень соскучилась за движухой. На отдыхе, конечно, хорошо. Но я, когда вот долго отдыхаешь, я начинаю скучать по этой активности, по движухе. И такая уже, думаю, блин, хочется что-то поделать. Хочется какой-то суеты, хочется поработать. Хочется какой-то ответственности, какой-то функциональности. Вот. Ну, сейчас все. Сейчас все будет. И как раз вот это вот, то, что отдыхали, вот эта вот перезагрузка, она прям, вот прям на пользу пошла. Прям вообще отдохнула. Я теперь самыми силами. Я теперь, я не знаю, мне кажется, я сейчас гору готова подвигать. Гору, скалу, не знаю, хоть что. В общем, я уже начала замешивать процесс. Фаберлик. Осветляющая пудра. Замесила три пакетика. И полтора вот этих вот флакончика, которые шли в комплекте. Полтора, ну, если бы было бы, там в коробке идет два пакета порошка осветляющего. Я сделала три. И Лена приехала, я уже это, шла только смывать волосы. Потому что что-то у меня пошло не так. Я давно не осветляла волосы пудрой. И совсем забыла, что корень очень сильно желтит после пудры. И его нужно обязательно восьмерочкой прибивать. Хотя бы чуть-чуть добавлять восьмерки. Как корректор его использовать. Чтобы он приглушал эту желтизну. Ну, в общем, покажу вам. На солнце, на солнце вообще я какая-то птенчик. Вот, длина суперски получилась. Длина просто... Я в восторге от длины. Я сейчас замотала дульку. Хочу, чтобы локон какой-то появился у меня. И, короче, потом покажу вам, какая длина у меня. Ну, вы и так увидите, естественно. Я же от вас ничего не спрячусь. Знаю. Но она в корнях немножко желтит. Ну, ничего. Я такая, типа, натуральная рыжая девушка. Меня это уже ничего не пугает. У меня уже в моем опыте столько всяких оттенков было. Что я уже на все согласна. На все уже реагирую спокойно. Вот. В следующий раз буду мыть голову. У меня есть фиолетовый шампунь. Этот. Фаберлик. Он классно приглушает эту желтизну. И я помою с ним голову. Я что-то хотела именно вот в этот раз не мыть с этим шампунем. Хотела именно вот посмотреть весь процесс. Как бы, да, вот, чтобы себе уже взять на заметку. Не было у меня восьмерки, девочки. Представляете? Всегда была в запасе. У меня тюбик этого восьмерки. А это не было. Видно, закончилось. И я не взяла. И могла бы я в процессе добавить восьмерку. Потому что видела, что краска не... Девятка не глушила эту желтизну. Если бы была бы, я бы прям в процессе бы вот чуть-чуть бы навела бы красочки. И приглушила бы эту всю желтизну. Ну, да и ладно. Что есть, то имеем. В общем, я собралась. Отработала сегодня. Все у меня такой режим экспресс. И вот спонтанно я такая думаю, блин, вот хочу провести красивый вечер. Я обещала мамуле в этом году ее свозить на теплоходе покататься. Да. То у нее не получалось, то у нее не было настроения, то у меня что-то не получалось. В общем, сейчас самое актуальное время. Наступает золотая осень. Сейчас будет закат. И я сейчас беру маму, и мы идем кататься на теплоходе. Может быть, к нам еще присоединится Леночка. Я подъехала. В общем, сейчас жду, когда мама выйдет. А, кто это со мной уже? Моя мамочка. Привет, привет. Привет, привет. Забрала. Приехали. Даже локоны получились, в общем. Так выглядит длина. Мы уже на набережной. Осталось только купить билеты. И мы поплывем по-по-по-по-волнам. Представляете, мы пришли, прям подошли, и перед носом ушел теплоход. Прям перед носом. Я хотела именно на этот, чтобы прокатиться на закате. Я думаю, все равно будет классно. Блин, он на нас прям идет, да? Может, он за нами сейчас подъедет? Теплоход. Прям идет по диагонали, прям в нашу сторону. Вот бы сейчас такой-то подъехал и забрал у нас. Ну, ладно. Я надеюсь, что моя вселенная, как обычно, делает для меня все самое благоприятнее всего образа. Я буду в это очень верить. Попросила маму снять вид сзади моих волос. Покажу вам, как они выглядят на сегодняшний день. Покажу, как они уже отросли. Длина уже почти по пояс. Мы на месте. Ты не боишься? Не знаю, ни разу не пробовала. Мама ни разу не каталась на теплоходе, представляете? Она сколько всю жизнь прожила в Ростове и ни разу не каталась на теплоходе. Я об этом недавно узнала. Я говорю, мама, надо это дело исправить. Слушай, а я что-то рядом буду сидеть. Надо мне тоже наперед смотреть. А он потом будет менять направление. Хочешь это? Хорошо, тогда я работаю. Садись сюда, да. Хочешь, сюда садись. Давай, сюда садись, сюда. Да ладно, пока посижу здесь. Наши мои машины, сонятят Тойс Аблименты, на перечный дом. И я с удовольствием отработываю вашу работу, рассказываю старейшим городом в городе Ростове. И так, вы побываете именно работу любого города. Ростова и Мехичевая. А также наградите творчество Северного. Роман и Азии. Роман и ребенок, который большей частью раскинулся Ростове. Ростова и Мехичевая. В то время, когда я измениц, уже в Северном сначале называют. Идем в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем. И я сливаюсь на сон, и нам помогает вас поскольку. Хорошее протечение. Осталось с тобой. Добрый день, дорогие гости. Рады приветствовать вас на борту нашего Деплогода, Анатолия, Осенний. Меня зовут Рюша. И сегодня я буду сопровождать ваше часовое путешествие. И так, давайте поговорим с вами о вашем настроении. О вашем хорошее настроение. Давайте подшумим, покричим под лопом в ладоши, так, чтобы не смешно было с нами. Как настроение? Я даю отчет в лопу, идти все вместе дружно. Раз, два, три. Я буду вашим личным фотографом, потому что самое ценное для нас, ваша красивая степня. Желаю вам хороших прогулок, я личного настроения. Да, девочки, как будто это... Не один день, потому что мы выглядим немного по-разному. А все потому, что мы догадались взять с собой теплые вещи. Мама взяла с собой жилетку в пакет, я шарф. И это было очень даже не зря, потому что как только солнце село, на теплоходе стало очень свежо. Можно было бы, конечно, спуститься на нижнюю палубу. Она полностью закрыта, там очень даже тепло. Но там такие виды, как вот на верхней, все равно не понаблюдаешь. Там немножко другая атмосфера. Отлично раньше? Ну да, у нас тоже город красивый, особенно ночью. Посмотрите, какая красота. Я взяла две пиццы в одной. Это груша с гарганзолой и четыре сыра. Обожаю эти пиццы. И как хорошо, что можно взять их обе в одной. Здесь у нас чай авторский. Груша с фельхуа. После теплохода мы на свежем воздухе у воды, конечно же, проголодались. Решили зайти, подкрепиться в пиццерию и попить горяченького чая. Мне нравится эта пиццерия. Я здесь уже не первый раз кушаю. Очень уютная атмосфера. Выходим на улицу. А тут какой-то живой концерт. Там ребята, музыканты, Прямо на улице, на соборном. Играют как какие-то всякие приятные мелодии. Ну что ты это? Голубое небо смотришь. Голубое небо. Сейчас сниму, покажу. Вот такая красота у нас в городе. Новогодний вайб. Светхон. Ужин. Это манго. Два разных сорта нектаринов. Одни вот такие вот были с какой-то белой кожурой. Ну они такие березы. А это вот какие-то больше на наши русские похожи. Манго классный. Пятерки берем. В последнее время очень даже удачные. Несколько дней лежат, дозревают. И потом очень прям вкусненько. Такая слива. Очень тоже удачная. Это мы еще с гостиницы привезли с моря. И чай. А здесь у меня остатки ростов. Это та самая пицца, которую мы с мамой кушали в кафешечке. Пицца была большая, вкусная. И решила не переедать и оставить на ужин. Поделиться с любимым. Еще потом попробую тоже. Вы только посмотрите. Я в шоке. Какая красота на небе. Вот я люблю. Очень даже красиво. Да, вот эти осенние закаты. Это что-то на живописном. Едем с мамулечкой гулять. У нас сегодня день семьи. Я сегодня посвятила целый день маме. Мы ездили с ней на автосервис. У нее опять проблемы с машиной. Ездили к моему мастеру. Думали, там помогут, починят. Но нет. Увы и ах. Надо искать другого мастера. Проблемы глобальные в маминой машине. Мамочка расстроилась. Я решила ей поднять настроение, чтобы она не сидела, не грустила дома. Еду ее выгуливать. Ну и вообще, мне тоже не хочется сидеть дома. Такая погода хорошая. Нет жары. Лена едет к нам навстречу. Ленуся моя будет с нами тоже гулять. Она там тоже отработала. Вроде уже выздоровела, говорит. Чувствую себя замурчательное. Говорю, ну давайте, девочки. Мои скорпионки. Моя мама скорпион. Ленка моя тоже скорпион. Ой, красота. Вот мы вообще застали, как удачное это время. Посмотрите, да? Вот в таких цветах, вот на фоне таких закатов, наш город становится еще краше. А когда вот какая-то серость вообще, вот эта вот мрачная погода, я не знаю. Кажется, что в каком-то Silent Hill живешь. Вот она, красота моя. Да, погода вообще замечательная. Ленка в зеленом. На стиле, на спорте. Круто. Давно ты не гуляла по Садовой? Да. В парке Горького когда была? В каком году? В каком году? Даже не помню. А я помню, ты меня еще и маленькая была. Водила на карусели. Мы катались на сюрпризе. А мне так не понравилось. А мама говорит, это моя любимая каруселя. На сюрпризе. Знаешь вот это? А меня так укачало, я вышла. Мне так плохо. А мама говорит, это моя любимая каруселя. Я боже. Буду знать. Но я карусели люблю на самом деле. Любые. Но сюрприз это такое. На любителя удовольствия. Ты же находишься с такого заката. Просто иди сюда. Да, вообще, да? Ну, уже она все без заката. Ну, все равно красивая. Мы с мамой катались, когда на теплоходе. Закат был вообще прям черника. Да. И такой черничный розовый был. Вообще, такая красота была. Сегодня тоже красивый закат. Девочки, пойдемте? Пали. Ну да. А вот он наш соборный. Всегда. Красиво, нарядно, празднично. Пятница? Да, сегодня пятница. Народа очень много вообще. Соловей. Разбойник. Мы красиво. Вообще. Правда говорят, да? Красота в глазах смотрящего. Я вижу красиво. Мне красиво. Все красиво. Вообще. Блин, нам повезло. Сегодня пятница. Работает колесо обозрения. Вау, вау, вау. Мы, короче, идем. Сейчас будем кататься на колесе обозрения. А вот, 250 рублей. Фу, 250 рублей? Конечно, мы будем кататься. Колесо старое. Мам, быстрее только. Нет, они... Она черная. Думаешь? Черная? Да. Не чем протереть. А у меня салфетки в машине. Мам, сейчас посмотрим. Днем мы все работаем. Я на русском. Это специально, чтобы мы им выбирали. Да, закрывай. Закрывай, мам. Калитку. Это ничего не даст нам? Ну, да. За театрально. Немножко... Максимально улыбаемся, делаем вид счастливой. Вау, какой красивый вид открывается на город. Круто. Вау, посмотрите туда, девочки. Смотрите, какой закат. Вообще. Мама, ты говорила, некрасивая ночь и закат. Вообще, какой необыкновенный. Боже мой. Мама дорогая, я это сниму. А вы говорите, чего ночью кататься. Посмотрите. Какой кайф. Вообще. Как красиво. Мам, ну ты вот... Чё, каждый день, что ли, катаешься на таких вот видах у тебя, да? Уже ничего не интересного ей. Говорит, чего кататься ночью на колесе обозрения? Ну, теперь мы будем знать. Таня, сними вертикально и увеличено. Получается красивее. Да? Вообще класс. 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 Красота. Вот эту. Я бы тебе рекомендовала тоже прокатиться. Лена в отказ идёт. Я еле уговорила маму. Мы идём кататься ещё на вот этот вальс. Я хочу. Да. У меня... Я фанат аттракционов. Мне нужно закрыть гештальт. Этого лета. Я хочу кататься на каруселях. Слушайте, а где этот... Кто нам откроет? Кто включит всё это дело? Та-дам. Па-бам. Где тут самообслуживание? Интересно. Еле уговорила мамочку. Она... Ой-ой-ой-ой. За компанию. Заходи. Это уже новый день. День особенный. Торжественный. Мы собрались с небольшой компанией. Все только близкие. Ещё один красивый букет для меня. Этот букет эустомы. Я вам сразу скажу, забегая вперёд, простоял у меня ровно две недели. А ещё нас очень порадовали салаты из сыроварни. Беру каждый раз строчателло с креветками. И любимый берёт себе бурату. Новый день и новые ногти. Ко мне пришла Любаша. Мы сделали ей вот такой красивый красный маникюр. Они обалденные. Просто идеалити. Да? Вот так вот сделаю его. Вообще какая... Шикарный, идеальный ровный брик. Люб, ты довольна? Да, я более чем довольна. Просто идеально. Просто мы использовали новую технику. И новую технику, это идеально. Да. Мы сегодня делали на... Вот эти, как они? Полигель. Верхних форм. Верхних форм. Да. Ну что, давай, котик. Приятно тебе это. Приятно было тебя видеть. Приятно было провести время. И мы молодцы. Сегодня вообще два дела в одном. Обсудили всё и сделали это. Ноготочки. Ну, пока-пока. Пока. Посмотрите, какая прелесть. Вот эти цветочки мне очень нравятся. Они очень долго стоят. Они у меня будут жить в этом доме. Так как я здесь тоже часто бываю. Здесь я работаю. В общем, у меня теперь два букета. Один тут, другой там. Думала их забрать туда. Но потом такая, думаю, чего я буду забирать. Я же здесь тоже провожу много времени. И здесь тоже хочется, чтобы они вот так вот радовали мои глазки. Вот, покажу поближе. Я уже здесь у любимого. Вот такие пеновидные, красивые розочки. Не могу не поделиться с вами своей очередной радостью. Посмотрите, какие они прекрасные. Таких у меня ещё не было. Я не знаю, что это за сорт. Очень похоже на гладиоовсы. Честно, они стоят уже у меня третий день, по-моему. Так, сегодня какой? Драм-бам-бам. Четвёртый день. Я их не снимала. Просто поставила возле кровати и любовалась. Они ещё классно пахнут. Не знаю, вот это вот похоже на какой-то сорт розы. Это гвоздичка. Это, по-моему, гладиоовсы. Да. Сколько? Три-четыре дня уже стоят. Радуют мои глазки. Решила всё-таки снять, пока они ещё живы. Такая большая коробочка. У меня такого букета ещё не было. Очень красивое оформление. Просто потрясающее. Да, девочки. Снова без повода. Ну, если так вот сказать, сейчас покажу. Я решила их поставить рядышком. Вот. Чтобы вы видели. У меня ещё второй. Тот стоит. Пионовидные. Здесь уже вот у меня свеженький. А вот эти, они что-то уже потихонечку начинают завянуть. Вот они. Мои пионовидные. Тоже красота нереальная. И теперь здесь рядышком вот эти будут стоять. Спасибо, мой любимый. Почти готов супчик с фрикадельками. Фарш говяжий взяли вчера. Готовый. Как мироторг. Я его обжарила, скручиваю эти фрикадельки и слегка обжарила на сковороде, чтобы они схватились. И потом закинула всё это уже в бульончик. Сейчас проварим. Ещё минут 5-4. И готово. А тут у меня уже тыковка подоспела. Я её почистила с помощью этих скребочков. И сейчас хочу нарезать и будем запекать в духовке. Я бумагу чуть-чуть для запекания сбрызнула маслом. Вот этим. Какое оно? Я забыла. Кедрово-подсолнечное. Очень удобно. Так сразу пш-пш. И сейчас нарежу какими-нибудь формочками. Без фанатизма. И хочу запечь. Мы когда в гостинице были, кушали тыкву. И что-то мне прямо она зашла очень хорошо. Решили повторить это дома. Там была как-то она на пару, что ли, приготовленная. Или вообще, я не знаю, каким способом. Но такая приятная, нежная была. Чувствую, что мой организм просит тыквы. Она невероятно вкусная. Даже сырая. Я уже её подъедаю. Вкусная. Как морковочка. Сладкая-сладкая. Так, пониже её поставлю. Да, она в среднем уровне. Ну, посмотрим. Минут 30, наверное, ей надо запекаться. Можно минут 20. Вот так вот. Прикрутим температуру. Ровно 30 минут запекалась. Я не добавляла ни сахара, ничего. Вот будем так уже по факту с солью, с сахаром, со специями. Кому как больше захочется. Просто тает во рту. Идеально. Так хотелось тыквы. И прям, ну это, не поленилась. Не поленилась. Единственное, что меня действительно отделяло от приготовления, это думала, что долго её чистить придётся. Но нет. Всё, чем быстро почистилась. Быстро и легко. И не зря. Будут теперь, я не знаю, на сколько тут, на 2-3 вечера. Хватит точно. Будем, да, вместо печенюшек, конфетик, конфеток, будем полезные кушать продукты. Я ещё вот так придумала. Смотрите, накладываешь. Вот разминаешь вилочкой. Честно, она и так сама по себе сладенькая. И мне кажется, даже можно ничего в неё добавлять. Она прям сама вот попалась. Она такая удачная, сладючая. Она такая удачная, сладьная, 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 сладьная.